А сейчас наша промышленная страничка, на которой мы удивляемся тем чудесам техники, которые делают комфортной нашу жизнь, но мы их не видим. Без преувеличения поразительные технические решения придуманы для того, чтобы заводам и бытовым потребителям всегда хватало газа даже во время неожиданно пришедших морозов. Задача эта не из простых, ведь с понижением температуры всего на несколько градусов потребление голубого топлива в России увеличивается на 100 миллионов кубометров в сутки. И тратят его не там, где добывают. На доставку, к примеру, с Ямала на другой конец страны может потребоваться несколько дней. Чтобы в это время в домах было тепло и работали заводы, строятся, условно назовем их, перевалочные пункты, подземные хранилища газа, сокращенно ПХГ, куда летом закачивают часть добытого топлива, а зимой отбирают. В России их уже 23. Есть те, что созданы в истощенных месторождениях, в пористых пластах, похожих на песчаник или в отложениях каменной соли. Чтобы создать резервуар для газа в отложениях каменной соли, минерал размывают водой. Вот я сейчас тоже попытаюсь. Делают это до тех пор, пока не образуется полость нужного размера. Оп, есть. Получившуюся сферу затем наполняют газом. Построить подземное хранилище газа в солях – задача сложная. Для начала нужно изучить строение подземных пластов, рассчитать объем полости. Но если все сделано правильно, получается очень надежно. ПХГ в соляных кавернах достаточно безопасны из-за того, что они находятся именно в соленосной толще, которая сама по себе является герметичной. К тому же эта соленосная толщина на большой глубине, расположена на 1300 метров, 1350. Ну и с учетом того, что ПХГ в соляных кавернах и достаточно новый ПХГ, они обеспечены системой контроля и системой автоматизации технологического процесса, что обеспечивает безопасность данных объектов. На одном из таких хранилищ в Волгоградской области размыли резервуар длиной около 350 и диаметром примерно 60 метров. Объем получился, как у 128 спортивных бассейнов. Внутреннюю трубу мы подаем пресную воду, а за трубой выходит уже насыщенный рассол. Бурили и вымывали около пяти лет. Полость получилась похожей на тоннель, с двух сторон которого есть скважины для закачки и отбора. Здесь хранится прозапас в сжатом виде около 100 миллионов кубометров газа. Зимой, когда спрос повышается, голубое топливо осушают на специальной установке и подают в магистральный газопровод. По нему газ быстро дойдет до ближайших потребителей, и всем будет тепло и уютно даже при резком похолодании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok